Общественный совет, вот этот пункт, глава, это его идея, что вот надо собрать людей, которые там, бизнесмены, политики, которые любят шахматы, и вот это бы, общественный совет помогал бы Российской Штанфедерации в работе. Но он не был создан, то есть, ну, ни до этого не дошло, как бы, может, времени не хватило. Предоставили возможность, что есть такая возможность организовывать. Если просто речь идет о том, чтобы вот эту главу детализировать, раз это уже орган будет целый, а не просто общественно собрались и помогли шахматам, тогда действительно это дело юриста. Вот надо все это прописывать, и тогда нам, 20 числа, мы это увидим. Но если идет вопрос о коренном изменении устава, тогда вот за месяц надо будет что-то решать. Еще раз собраться. Но главное выставить свои предложения на своих средствах массовой информации в интернете. То есть, чтобы было понятно, а что думают регионы. Тогда вот и предмет для обсуждения. Валерий Ильич, вопрос такой. В Российской Шахматной Федерации есть какой-то программный документ по развитию детских шахмат, на ведение в школу? Ну, то есть, допустим, по новой СВД, там есть программа ФИД, шахматы в школе, а в Российской Шахматной Федерации какие-то? Ну, я думаю, больше вот Владимир Николаевич, он специалист. Вам кратко сказать? Нет. Такое ощущение, что вот ФИД борется за введение шахмат в школу в России, а вот Российская Шахматная Федерация, ну, как-то, просто хотелось просто обозначить. Там немножко по-другому. Там, во-первых, Атолий Евгеньевич Карпов через Министерство науки и образования вносил предложение, чтобы вот этот документ был принят именно, ведь Министерством не мы же должны принять это решение о внедрении в школы. Было от комиссии детских. То есть, предложения вот государственные органы были, а в самой Федерации вот такой программы нет. Спасибо.